Итак, всем доброе утро! Сегодня буду очень-очень быстр и краток, потому что я вылетаю сегодня из Германии, где я находился, вылетаю в Ти. Так что сегодня кратко буду вообще, кратко, четко, говорить буду быстро. От скорости речи, здраво слонян, шалом! От кратости речи, Яков Шатанин тоже, все, шалом, всем шалом! Значит, от Талия Рафальская, шалом! Ноа Каверин, шалом! И всем шалом! Дальше уже очень быстро присоединяются наши пары. Олег Чидиёвич, шалом! Бутертоп! Уже быстро присоединяются наши все участники, которые уже много-много времени вместе проводим, учим Тору. Это очень хорошо. Итак, значит, сегодня мы продолжаем изучать четвертую главу. Я пока не разобрался, но все-таки у меня мое предположение, что четвертая глава, она уже не имеет единой глобальной темы, а она детально разъясняет предыдущий Мишна-Йод в предыдущих трех главах. То есть каждая Мишна из четвертой главы, она является разъяснением на какую-то из Мишна-Йод в первых трех главах. Вот такое вот у меня пока ощущение. И сегодняшняя Мишна ее продолжает говорить Бен-Азай. И он говорит следующую нам вещь, такую интересную вещь он нам говорит. Давайте посмотрим. Значит, Уайя-Умер, он говорил. До этого он нам сказал, помните, в предыдущем Мишне, что беги за легкой заповедью, как за тяжелой. И это разъяснение было того, что сказал Раби Уда Наси во второй главе. Он говорил, что Авезаир, будь осторожен с легкой заповедью, как с тяжелой. И убегай, он говорил нам от преступления. Это была прошлая Мишна. А в этом Мишне он говорит следующее. Очень интересно, кстати. И очень полезно. Знаете, это пертьевод, это практически жизненные советы, которые вот прямо не бери и делай. Просто вот если так жить, в жизни не будет никаких проблем вообще. Никаких. То есть жизнь пройдет идеально во всех отношениях. Хотя, опять же, тоже вопрос. Раби Атива, который был самый великий из мудрецов, его все-таки в конце жизни убили. Счастливой жизнью считать внешние обстоятельства жизни или счастливой жизнью считать внутренние обстоятельства жизни? То есть если считать внешние, то не факт, что полностью будет обеспечена внешняя счастливая жизнь изучением и соблюдением пертьевод. Потому что даже такие великие мудрецы, как Раби Атива, внешне у них бывали сложности в жизни, да, но его казнили. Но однозначно, что Раби Атива был самый счастливый человек, наверное, того поколения и вообще всех следующих поколений. И тот же, например, Бен Азай, чьи Мишнайот мы сейчас учим, он тоже был, я думаю, очень счастливый человек. Вы знаете, что получается сейчас? Что вот с компьютера, я сейчас провожу с компьютера, и оно подвисает, подвисает. Да, но я вижу, что люди пишут. Давайте по десятибальной шкале напишите, как меня видно, как меня слышно. Потому что если я сейчас отключусь, переподключаться, это время. Давайте посмотрим, просто напишите по десятибальной шкале, поставьте циферки, как меня видно, как слышно. То есть если плохо видно, плохо слышно, я перезагружусь, это займет время, но значит нет никакой циферки. Наверное, меня видно и слышно плохо. Десять, все, десять, значит, если Вячеслав Лапшин пишет десять, продолжаем. Десять, десять, все, отлично, все, друзья. Давайте, что нам говорит Бен Азай? Бен Азай нам говорит следующую вещь. Уай Амер, он говорил, «Аль ты бас леколь адам, не пренебрегай, бас это как не позорь, не пренебрегай, никакого, никаким человеком, не пренебрегай никаким человеком, валь ты мафлик леколь давар». Что там может произойти? Значит, «Шеэн лэха адам шээн лоша», что нет такого человека, у которого нет его часа. Его часа, когда он становится или может стать для тебя просто ключом к чему-то супер важному. «Вээн лэха давар шээн ломаком». И нету такой вещи, которая не может произойти. То есть, может произойти все, что угодно. Любой человек может в какой-то момент подняться и стать супер-мега, супер-мега важным для тебя. Давайте разберемся, как это работает, штука. Значит, ну, во-первых, это разъяснение на Мишну. Давайте вспомним, на какую Мишну это разъяснение. Это разъяснение на Мишну из второй главы, когда Рабан Шимон бен Натанель, он говорил, что какой путь хороший, что человек по нему приблизится к Богу, прилепится к Богу. И нам говорил Раб Шимон бен Натанель, «Аруэйт аналад» — тот, кто видит то, что родится. Значит, то есть нужно смотреть вперед и нужно предполагать, что события могут развиваться. И вот тут сейчас разъяснение, как они могут развиваться. Первое, они могут развиваться так, что любой человек в какой-то момент может стать принципиально важным для тебя человеком. Вот, например, Эйтан Леви Бердер, да? Он сейчас ведет уроки, он такой ведет уроки по Шломбайту, по миру в семье. Большой молодец. Молодой парень, там, сколько ему лет, 25, да? Но кто знает, что произойдет через 25 лет? Может быть, Эйтан Леви Бердер, он станет президентом Израиля. Президентом Израиля и он станет президентом Израиля. И вот сейчас, например, поэтому я бы советовал не пренебрегать его уроками, чтобы потом сказать, а я еще на его уроки ходил, когда он просто Шломбайк преподавал. Например. Или Бистробатия Спасова, например, да? Вот кто-то ей лайк не поставит сейчас, а потом Бистробатия Спасова, 9, она может быть в какой-то момент, в какой-то момент, она может быть, кем она может быть? Кем угодно она может стать, да, в судьбе каждого из нас. Есть мудрецы, когда дают комментарии на эту Мишну, они объясняют на примере пастушка-свинопаса из Твери. Они говорят, был мальчик-пастушок-свинопас, которого все позорили. А потом этот пастушок-свинопас, он стал наместником, римским наместником в Твери. И он тогда говорит, ну что говорит, вот вы, евреи, мной тогда пренебрегали, вы меня позорили, а сейчас я вам отомщу так, что вам мало не покажется. А пришли к нему мудрецы и говорят, нет, говорят, мы тобой не пренебрегали. Мы, ну то есть, они так ему сказали, что тогда ты был пастушок-свинопас, а сейчас ты вообще другой человек. Ты сейчас наместник в Твери, вообще ты римский наместник, мы тебя уважаем. То есть, они как бы попытались объяснить ему, что тот человек, которым ты был, и тот, кем ты стал, это два разных человека. И говорят, что им удалось его убедить, комментаторы говорят, удалось убедить. Это пример, такой, далёте от нас. А вот близкий пример от нас. Есть известный рассказ у Михаила Зощенко, когда выясняется, кто в театре главный. И был там монтёр сцены, работник сцены, который свет включал-выключал. И он пришёл к руководителям, к директорам, и говорит, дайте мне билеты, ко мне две девушки пришли. А он чуть выпивший был, пришли к нему две девушки в гости. Пришли две девушки к нему в гости, к этому монтёру. Ему говорит директор театра, говорит, не дадим мы тебе билетов, или там он им, по-моему, дал где-то билеты там далеко-далеко на табуреточках, а он просил им хорошие места дать. Монтёр говорит, ну я вам сейчас тогда покажу, кто в театре главный. И взял, и выключил свет, и выключил сцену, и всё. И заперся. Ему говорят, мы не можем спектакль без тебя начать. Он говорит, ну, говорит, а чего, если я человек неважный, так начинайте, пускай тенор, говорит, ваш, который поёт, пускай он бегает, свет включает себе, выключает этот самый, занавес раздвигает, задвигает. В общем, они поняли, что без монтёра этого они не справятся. И что? И дали ему билеты, дали ему то, что он просил. В жизни каждого из нас есть люди, которые нам в какой-то момент являются ключевыми людьми. И нас предупредил Бен Азай, ты никогда не знаешь, кто станет этим ключевым человеком, поэтому не пренебрегай никем. Со всеми здрасте, со всеми до свидания. Как говорят Раван Йоханнен Бен Закай, не было человека, который бы успел ему сказать «шалом первым». Он был со всеми вежливый, со всеми был в хороших отношениях. То есть никогда не знаешь, кто будет для тебя спасением. Теперь вторая часть его высказывания. «Не отдаляй как невозможную любую возможность». Это сейчас самая популярная книга «Чёрный лебедь». Ниссим Талиб, такой в мире экономист, там он известный человек, антикрупкость, написал книгу «Чёрный лебедь». И его вся теория заключается вот как раз в одной этой мишне, которую сказал Бен Азай 2000 лет назад. Он говорит, «Не пренебрегай никакой возможностью, может случиться всё, что угодно». И на этом построена вся теория Ниссима Талиба, «Чёрный лебедь». Он говорит, «Послушайте, все были уверены, что есть лебеди только белые, потому что их видели, ну их была просто статистика доказывала, что лебеди бывают только белыми. А потом появился чёрный лебедь. И всё увидели, что оказывается есть и чёрный. Все экономисты доказывали, что будет всё хорошо. А потом был кризис 2008 года. И так далее. То есть статистика, она подстраивается под то, чтобы успокоить человека. Абе Назай нам сказал, и Ниссим Талиб описал это в современной книге, что говорит, не надо тебе успокаиваться, а надо единственное успокоение, что ты должен знать, что ты готов к любому развороту событий. Это его книга «Антихрупкость». Быть готовым к любому развороту событий. Теперь, как это в жизни можно применять, давайте подумаем. Значит, не пренебрегая ни к каким человекам. Вот Эйтан сказал, чисто для своей выгоды ни тем не пренебрегать. Да, чисто для своей выгоды человек живет, каждый человек без исключения, живет чисто для своей выгоды. И даже, когда он выполняет повеление Торы, в котором говорится «Возлюби ближнего, как себя», «Занимайся гмелут хасадим» и так далее, все равно он живет для своей выгоды, потому что он считает, что так жить правильно, и даже помогая другому, и даже жертвуя собой, он все равно делает это ради себя, потому что, знаете, вот человек жертвует собой, ложится там матросов на амбразуру. Почему? Потому что он считает, что это правильно. Его не заставляют. Он считает, что это правильно. Поэтому, когда человек делает то, что по его мнению правильно, он делает это для себя. Понятно, да? Вот, поэтому нам сказал бы Назай очень, Тора, она учит человека, как пройти этот мир с максимальными духовными баллами, с максимальными материальными условиями, и как получить вечную жизнь. Для кого человек это делает? Для себя. То есть, понятное дело. И, конечно, есть высокий уровень, что я служу, знаете, если тогда, давайте, вот если для себя, не для себя, если интересно, очень, впервые, вот мы учили Мишна, что это был Антигнос Ишсухов в первой главе, он говорил, что Аль-Ти-Ука, Вадим, не будьте как рабы, которые служат Господину для получения награды, ну, то есть Богу, а будьте как рабы, которые служат Господину не для получения награды, и пусть будет страх перед небесами на вас всегда, при этом бойтесь, что он вас накажет, Бог не играет, ну, Бог не играется, он может человеку просто в один момент, вот так все может произойти. И, значит, есть известная история, ее рассказывают и про Веленского Гаона, и про Бальшемтова, значит, я расскажу в первый, первый раз я услышал про Бальшемтова. Бальшемтов поехал, он хотел доехать до земли Израиля, у него была мечта переехать, переехать, поехать в Израиль, неважно, в то время это были годы на корабле, и он сел на корабль, доплыл до Константинополя, Стамбула, и, значит, остался там на Песах, как раз был Песах, нужно было плыть, путь занимал годы, вот он доплыл до Константинополя, и на Песах остался в семье, в одной богатой семье, которая была богатая семья, очень обеспеченная, кошерная семья, ортодоксальная, религиозная семья, но у них не было детей, не было у них детей, он остался у них на Песах, провел у них прекрасный Песах, и после Песаха им говорит, давайте вам дам браку какую-то, благословение, а благословение Цадика, праведника, оно меняет реальность, то есть, он настолько с Богом одно целое, что Цадик сказал, Бог выполнил, то есть, его благословение, оно просто меняет реальность, и он говорит, давайте я вам дам благословение, они говорят, ну а что, что мы у тебя будем просить, у нас как бы все есть, слава Богу, чувствуем себя хорошо, как бы живем, все соблюдаем, деньги есть, спокойствие есть, любовь есть, шломбать есть, хорошее настроение есть, радость есть, ну нам ничего не надо, говорят они, а то, что чего у нас нету, чего нам не хватает, да, детей, так их и быть не может, потому что мы уже пожилые в возрасте, но Байшемтов, он же знал, что говорил Бен Азай в Мишне, что говорил, не отдаляй возможность никакой вещи, все может случиться, что ты уверен так, что не будет детей, и ты даже, может, из-за этого просить не будешь, проси, пробуй, делай, не думай, что ты умнее Бога, и ты знаешь, что прям все ты знаешь, делай, и надейся, что может быть любая вещь, не пренебрегай никаким человеком, какой-то человек может тебе помочь, какой-то человек может тебе там сделать что-то, в общем, Байшемтов вам говорит, давайте я все-таки вам дам благословение тогда на детей, раз вы хотите детей, то я вам дам благословение, и он, значит, им дает благословение, входит в состояние такое прям близости к Богу, двикут это называется, прилепиться к Богу, и им дает благословение, что на следующий год на Песах у вас уже будет ребенок, и дает им это благословение, И так как он в Двикуте, он зашел как раз в те высокие миры, о которых мы говорили, Пардес – это самый высокий мир. А он зашел, может, ближе куда-то, потому что он даже в Пардес зашел, но никому об этом не рассказывал. Но факт в том, что после того, как он вышел из этого состояния Двикута, он начал танцевать, начал танцевать и веселиться. И они ему говорят, что с вами? Он говорит, вы знаете, я когда зашел в эти высокие миры, то я понял, что у вас не должно было быть детей. Но так как я с Богом в прекрасных отношениях, то я, значит, всю свою силу отдал, чтобы изменить ситуацию на небе. Ситуацию на небе изменить, и, значит, у вас будут дети. Но за это я потерял свою долю в грядущем мире. То есть у меня теперь нет награды, совсем нет у меня вечной этой жизни в грядущем мире. Но я рад, он говорит, я рад и счастлив, потому что теперь-то единственная у меня появилась возможность выполнить то, что сказал Антигна Слишсоха, что не будьте как рабы, которые служат ради награды. Я всегда знал, что есть награда, и всегда у меня примешивалась вот эта вот вещь, что я это делаю не для Бога, а для себя. Но сейчас, когда я знаю, что у меня нет доли в грядущем мире, так я теперь делать это буду только для Бога, служить от чистого сердца, зная, что у меня нет награды. И он радостно продолжал танцевать и радоваться. Вот это отличает настоящего цадика, это отличает рабиативу. Что бы вокруг ни происходило, он радуется. Он радуется. А есть люди, которые, что бы вокруг ни происходило, они все равно не радуются, беспокоятся, злятся, грустят. Так вот, значит, в какой-то момент он остановился, перестал танцевать, и он не погрустнел, но он так удивился. И они говорят, а что сейчас произошло? Он говорит, из-за того, что я так радовался, он говорит, мне вернули долю в грядущем мире. Он говорит, значит, я сделал еще такое действие, то есть это самая высшая форма служения, когда ты служишь не ради награды. Но так как мы-то знаем, что награда есть, то тогда, получается, мы все служим ради награды. И даже выполняя то, что сказал нам Бен Азай в этой Мишне, да не пренебрегая никаким человеком и не пренебрегая никакой возможностью, все может произойти. Мы это тоже делаем, зная, что будет за это награда. Все, друзья, сделайте свои выводы. Поставьте лайк, пожалуйста, поставьте мне всем лайки. Я вам даю всем благословение, потому что благословляющий будет благословлен. Поэтому я сейчас, у меня есть уникальная возможность дать благословение сотням людей, которые стремятся к Богу. Значит, я вам даю благословение, зная, что на меня сейчас идет благословение, чтобы передать его вам в сто раз больше, чем я дал каждому из вас. Слава Богу, я знаю, что есть награда, и я ее чувствую. И я вам желаю, чтобы вы то же самое давали другим людям добро, зная, что оно к вам вернется, и оно к вам придет. То есть ничего здесь плохого нет. Выполняйте заповеди, знайте, что Бог это любит. Он сказал выполнять заповеди, и можете его после этого просить, молиться. И главное верить, что для Бога нет невозможного. И не думать, что вот прям вы знаете все, как будет. Не знает человек, как будет, и должен надеяться, что будет хорошо. Все, удачи, успехов. Напишите свои комментарии, отзывы, выводы, поделитесь уроком, и у вас будет все великолепно. Все. Благостояния во всем вам желаю. Пока. Продолжение следует.